МОМАТОВ РУСЛАН Вышел вечером выпить пиво, познакомился с гражданином, который подошел к нему, потом пиво перешло в более горячительные напитки, после чего подошедший к Моматову предложил подарить ему свою норковую шапку. По пьяни, что ли? По пьяни, да, я вам ее дарю. Взял, снял своими руками с головы, одел на голову Моматого и сказал, что это его подарок. Буквально утром... На следующий день щедрый собутыльник норковую шапку подарил. Явился в Измайловский суши-бар, где работал Моматов, но пришел уже не один, а с оперативниками за шапкой. Ну, жалко шапками-то раскидываться. Он протрезвел, и хотя гражданин Жумашев, щедрый даритель, хотел обратно только шапку получить, Оперативники, видимо, не очень-то довольные, что их потревожили срочным вызовом, объяснили господину Жумашу, отныне он потерпевший, а повар Моматов вор. И по решению суда повар Моматов отправился прямиком в СИЗО. К моменту выхода нашей программы в августе он находился в СИЗО уже 6 месяцев. Обвиняемые, внимание, в мошенничестве в особо крупном размере. Сразу после выхода передачи 20 августа общественность откликнулась и 23 августа... Что, через три дня после выхода программы? Через три дня. В судебном заседании, несмотря на то, что прокурор возражал, уголовное дело было прекращено. Полностью оправдали? Дело было прекращено. Моматов был отпущен. Его оправдаем. Ну, замечательная история. По пьяни, да? Подружились, шапка в подарок. И 6 месяцев, полгода... Мошенничество в особо крупном размере. В СИЗО сразу, в тюрьму. Ну, мне кажется, что как раз вот эта история очень показательная. У нас можно воровать миллиард. И никто не спросит о происхождении денег, потому что задавать такие вопросы неприлично. Неприлично у нас. У нас карман чужой не смотрится. А за шапку на полгода. Вот. И никто при этом не разбирался. А можно я тебе еще один вопрос задам? За нанесение побоев девчонка стала инвалидной, молодая женщина. Бойфренд ее не смог пережить разлуку. Решила от него уйти. В этот вечер он напал на меня. Трезвый? Он пил весь вечер. С горя. Привез его с собой, ему дала мама. В течение 6 часов он меня очень жестко избивал. 6 часов? Он мне сказал, если ты будешь звать на помощь, не забывай, что у тебя в соседней комнате спит ребенок. И это единственная причина, по которой я не оказывала ему сопротивление. У нее челюсть сломана в двух местах. Разорвана барабанная перепонка, Лена. Она инвалид. Да, это нанесение тяжких телесных повреждений. По закону, по нашему, сколько полагается за такого рода поступок? Инвалидом признана девушка. По закону полагается до 10 лет лишения свободы. До 10 лет. Отвечаю вам. Никакого наказания по решению суда, никакого не последовало. То есть, фактически, суд сказал, под Москвой в Раменках, издеваться можно. У меня было сотрясение мозга, множественные следы от ожогов. Он бычки тушил у меня. А вы зачем с таким встречались? Прежде чем начать с ним встречаться, навела о нем справки. Все сказали, что он прекрасный человек, замечательный друг. Какая интуиция женская? При таких рекомендациях я даже не стала к ней прислушиваться, потому что человек был такой же, как я, творческий. То есть, вы были влюблены? Я, безусловно, была влюблена, когда еще целая группа людей, которым я бесспорно доверяю, говорят, что он замечательный парень, он прекрасный друг. Что суд присудил вашему бывшему другу? Меня признали потерпевшей только в январе 2012. То есть, вас даже не хотели признавать потерпевшей? Уголовное дело было возбуждено в конце января. То есть, не сразу? Заявление написала в ту же ночь. Прошло сколько времени? Ну, вот с октября по январь. То есть, с октября по январь следственный отдел Раменского, где вы живете, не возбуждал уголовное дело? Не возбуждал. То есть, можно разбивать голову, челюсть, перепонку барабанную? У меня сразу была средняя степень тяжести. Не повлияло? Не возбуждаем дело? Абсолютно. Как объясняли? Участковый четыре раза терял мои документы. Как это четыре раза? Так. Ну, один раз можно потерять прозгильдяйство. Вы знаете, это очень странная история. Купил их ваш бойфренд бывший? Вот ваше предположение? Большинство людей склоняются к тому, что без коррупционного фактора там не обошлось. Потому что, ну, это такого просто не может быть. Так, не возбуждают несколько месяцев уголовное дело? И не объясняют, почему? И не объясняют, почему. Пришлось даже написать письмо Нургалееву по поводу этих всевозможных нарушений. Тогдашнему министру внутренних дел нашествия. Он прислал мне письмо лично о том, что была проведена проверка прокуратуры. Вы наказали участкового? Действительно найдены нарушения. Нет, его повысили. Да ладно? Да. То есть письмо Нургалеевой все равно повысили? Я могу вам показать. Я вам так верю. Еще раз, министр пишет, что найдено нарушение, но участкового, который четыре раза терял бумаги, повысили. Да. В итоге? Да. Несколько месяцев нет уголовного дела. Участковый четыре раза теряет материал. Может быть, это и совпадение. Может быть. Но однозначно это система. Система совпадений, когда никто ничего не делает. Это сейчас очень распространено. Журналисты просто задергали Раменское ОВД. То есть если бы не журналисты местной газеты, ничего бы не было? Абсолютно. Я уверена. Причем Трошин, человек, который, в общем-то, так надо мной издевался, он все это время продолжал мне угрожать. В полной уверенности говорил, ты знаешь, что дела не будет? Откуда была такая уверенность? Но все-таки дело возбудили, и что суд решил? Дмитрий сразу стал обращаться в больницы психиатрические. И вследствие экспертизы, которую назначила полиция, у него обнаружили параноидную шизофрению с подросткового возраста. Он недееспособен был? Вы знаете, было две медицинских комиссии, одна из которых четыре месяца его наблюдала в Яковенко. И там такой огромный список нарушений, он признан социально опасным. И комиссия пишет, что требуется принудительное медицинское лечение. Но он пошел на принудительное лечение? Нет. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, с какой целью вы избивали гражданку Акишеву? С чего, простите? С какой целью вы избивали Валентину Акишеву? Вы чего добивались? У меня был приступ. Я сейчас, оказывается, в больнице. Я ничего не разговариваю. У меня был приступ. Не контролировал. Понятно. А если вы убьете кого-нибудь в этом приступе, то что? Я не знаю. Пока никого не убивал. Все это время он ходил по клубам, как я знаю, от общих знакомых. И, в общем-то, вел активную жизнь. То есть суд ему не дал никакого наказания, потому что есть справка, что он болен? Выяснилось, что за две недели до начала суда он женился. От его лица выступала мама, потому что он же невменяемый. И она сказала, что мой сын исправился, мы живем вместе, жена на него не жалуется, все хорошо, поэтому я прошу не применять принудительное лечение. И государственный прокурор тоже попросил судью, прокурор, не адвокат, не применять принудительное лечение. При том, что там черному по белому написано. В медицинских документах. Критическое изменение личности, социально опасность. То есть в итоге ни уголовного наказания, ни принудительного лечения, вообще ничего. Абсолютно никакого наказания. То есть как будто ничего не было, и все это решил суд. В следствии того, что он признан невменяемым, он не подлежит уголовной ответственности. Но лечиться не обязательно. И полностью проигнорировав медицинскую свертизу, которая была назначена в рамках уголовного дела, без объяснения причин, она выносит очень странное решение. То есть человек более, но хоть живет, как все, бог ему судья. Вот так решил суд от имени России. Да, да. Как фамилия судьи? Богунова Наталья Сергеевна. Сейчас будет самое интересное. Мы попробуем дозвониться до судьи. Оставайтесь с нами. Ну это же диагноз нашей правоохранительной системы. Вот это правда диагноз. То есть получается, что от имени России каждое решение суда именем Российской Федерации сказано, можно сделать женщину молодую инвалидом, разорвать ей барабанную перепонку ударом. И можно бытовую историю с шапкой превратить в катастрофу для конкретного человека на 6 месяцев и с возможными еще последствиями и без 6 месяцев. Можно. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Телевизионная программа «Момент истины», «Караулов». Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Наталья Сергеевна, дело Акишевой. Да. Объясните, пожалуйста, почему господин Трошин не отправлен вашим решением на принудительное лечение, как настаивали врачи? А вы постановление видели? Да. Прочитали? Да. Вот по этой причине. Можете ее назвать? Алло. Меня удивляет то, что человек в этой, во всей истории, в нашей правоохранительной системе, видимо, существом живым вообще не считается. Вот так, муравей. Интересный разговор получается. Тогда другой звонок председателю Равенского городского суда, господину Шикуну. Алло. Владимир Юрьевич. Послушаю. Простите, ради бога, что потревожил вас, находящегося в отпуске. Что, Василий Юрьевич? Дело по изведению гражданки Акишевой. Я могу предположить, что там могло быть. Поймите правильно. Впервые именем Российской Федерации сказано гражданину, который шесть часов углумился над женщиной, что это делать можно. Я выясню эту ситуацию. Вам перезвонить по телефону? Если можно, да. А что были материалы о применении принудительных мер медицинских? Да. Врачи его освидетельствовали, причем не по решению суда, а по решению самого господина Трошина, его мамы. Я могу на ваши вопросы ответить в то время, когда я нахожусь в отпуске. Будьте любезны, если можно, попросить Наталью Сергеевну впредь, когда к ней обращаются с такими серьезными вопросами, не кидать телефонные трубки. Кто с ней говорил по этому поводу? Я только что. Так. Спасибо вам большое. Всего доброго. Я предлагаю сделать небольшую паузу и прошу моих зрителей чуть-чуть подождать. Сколько уже лет мы говорим о реформе судебной системы? С 90-го года вот я стал депутатом Верховного Совета, и вот по сей день все говорят о реформе судебной системы. И до тех пор, пока судей не будут избирать, и из них не будут делать фараонов пожизненных, да, вот это безобразие и будет продолжаться. Алло. Наталья Сергеевна, я рад, что я все-таки до вас дозвонился. Я очень рада, что я вас тоже услышала, не совсем правильно, что я бросила трубку. Да, конечно, неправильно. Дело о Кишевой. Да, да, да. На преступление небольшое. Статья 443, часть 2. Преступление до 3 лет. Наталья Сергеевна, вы бы как судья поинтересовались, что же такое небольшая тяжесть в данном конкретном случае. Можно я вам напомню? Разорвана барабанная перепонка, проломленная в двух местах челюсть, разбитая голова, 6 часов избиений в присутствии трехлетнего ребенка. Этот товарищ тушил окурки о женщину, он во рту их у нее тушил. Во-первых, ребенка там не было. Ребенок был в соседней комнате. Ребенок, да, он не присутствовал при этом. Он был в соседней комнате и все мог слышать, в любую секунду войти. Более того, все это происходило в состоянии глубокого алкогольного опьянения. Если мне закон предусматривает категорию преступления до трех лет... Если прокуратура пишет небольшая тяжесть... Да, да, да. ...не согласится с таким вот определением прокуратуры на доследование дела отправить. Наталья Сергеевна... Если вы, как человек, как судья, ну не дай бог, вот вы, я, наши дети окажутся в такой вот ситуации. Шесть часов издевательств, разорвана барабанная перепонка. У женщины инвалидность. Какая же здесь небольшая тяжесть? Наталья Сергеевна... Согласно уголовному законодательству, 112-я статья, часть 1-я, относится к преступлениям небольшой тяжести. Я не имею права собственноручно, да, написать, что я не согласна с нашим законом. То есть вы не имеете права, вы судья, отправить на новое расследование дела? У меня основания не было дела, было оформлено в соответствии с требованиями процессуального законодательства. Слушайте, в суд на то и в суд, чтобы во всем разобраться. Вдруг понятно становится, допустим, эту мысль, что это не небольшая тяжесть, а это 10 лет тюрьмы, это другая статья. Вы понимаете... На то он и в суд, чтобы все расследовать заново вместе с прокурором. Разве я не прав? Факт в том, что ведь никто не оспаривал, то есть... А зачем кому-то оспаривать, когда есть судья, честный, грамотный... Я не доктор. Доктор дал мне заключение, что причинены телесные повреждения средней тяжести. И что, спасибо, что избил? Почему он наказание-то не получил, товарищ? За небольшую тяжесть. Потому что были рекомендованы меры медицинского характера. Так вы даже на принудительное лечение его не отправили? Я вам еще раз говорю. С преступлением небольшой тяжести принудительные меры медицинского характера не применяются, и дело подлежит прекращению. Вы считаете, что я согласна с этим? Со своим приговором? У нас по преступлениям небольшой тяжести человек, получается, уклонился от какой-либо ответственности. То есть вы утверждаете, вы судья, что любой человек в Российской Федерации может разорвать барабанную перепонку? Получается, да. Судья, конечно, хорошо говорит, интересно. Оказывается, если мы с вами, Сергей, не дай бог, конечно, да, завтра вот с ума сойдем и кому-нибудь разорвем барабанную перепонку, сделав свою жертву инвалидом второй группы, нам за это ничего не будет, ибо Игорь Чумаков, помощник прокурора в Равенском, или другой Игорь Чумаков, будет квалифицировать это как преступление средней тяжести, а за это ничего не полагается. Ну, вообще, я думаю, что это ослабление государства. О, вот именно так. Ослабление страны. Судья, Сережа, судья, именем России говорит, какой он уверенный этот человек, молодой, трошен. Можно делать любого человека, гражданина России же, инвалидом второй группы, и ничего не будет, мол, такие у нас законы. Для справки, если бы вот так все суды поступали, то такой был бы взрыв хулиганства. Но судья твердо стоит на этих позициях, и перезвонила она мне только потому, что вмешался председатель суда, как поменялась интонация. В результате ослабления государственных институтов, конкретные группы чиновников на местах воспринимают себя как отдельную корпорацию. Суд обязан был направить его на принудительное лечение. Не сделано. Если виновный опасен для общества. Еще один пример я вам приведу, когда человек оказался в больнице вследствие побоев, не один месяц страдал на больничной койке. По пятому каналу был даже показан сюжет в новостях на эту тему. Приехал в Петербург самолетом, и в этот вечер узнал, что мой друг приехал. Зашли в кафе Music Bar Eleven. Центр города? Центр города. И жду своего друга, давно не виделись. Он тоже бывший офицер. Подходит ко мне человек, говорит, вы почему так громко говорите? А ты громко говорил? Ну, вышел из клуба, там музыка громко играла. Голос был повышен, потому что вышел вестибюль. Ну, человек подходит в стиле Евгения Леонова на Николу Питерского. Ты что так громко орешь мне в мое ухо? Ну, я посмотрел, человек ниже меня ростом, отхожу от него. Меняю тембр в голосе, уже спокойно у меня, тихий такой же голос. Человек опять ко мне подходит. Ты что, не понял? Ты что, орешь мне в мое ухо? Выпиши. Мне сразу в лицо серия ударов. Тут же выбегают все его друзья. Всего их за столом было около 15 человек. Один из них полицейский, один сотрудник МЧС, один сотрудник УФСИНа. Это был 2009 год, 19 декабря. Буквально за месяц за это произошла ситуация в Хромой Лошади. Сгорел клуб в Перми. И здесь сотрудники МЧС со всей своей компанией праздновали день рождения. Под конец банкета хотелось приключений. Накинулись все, начали избивать. Уголовное дело было возбуждено? Да, 14 числа я пришел на общественный прием в Адмиралтейском районе к генералу Петровскому, начальнику ГУВД Санкт-Петербурга. Тогда же ему начальнику? Уголовное дело возбудили сразу. Два года идет следствие. Два года? Два года уже. Что же два года здесь расследовать? Непонятно, что расследуют. Никто не отстранил от исполнения служебных обязанностей? Никто не отстранил. Не офицер МЧС, не офицер полиции. Все работают, все прошли аттестацию. А имена этих офицеров? Замначальника убойного отдела Санкт-Петербурга Пекарев Евгений. Майор Уфсина, который был в норковой шубе до пят, с Собольем Воротником. Кевлов Максим. Вот так пришел на день рождения? С Собольем Воротником? С Собольем Воротником и в норковой шубе. Не мужской мех, женский скорее. В этой ситуации они все себя вели, мало того, что не по-мужски и даже не по-офицерски. Два года идет следствие. Третий год будет. Слышу вас. Господин Байков. Да. Телевизионная программа «Момент истины» Караулов Андрей Викторович. Да, здравствуйте. Дело Зубавленко. Но они были приостановлены? Да, вы его приостановили, а прокуратура протестовала сейчас. Дайте справку. На основании чего вы, Денис Байков, следователь, приостановили это дело? После двухлетнего расследования. Оно неоднократно приостановлено. Совершенно верно. Безобразие это совершалось неоднократно. На основании чего, Денис? Для привлечения основания не имеется? Я просто готов к справке. Нет, то, что вы справку напишете, я даже не сомневаюсь. Еще раз. Человека избили до полусмерти. Он несколько месяцев лежал в больнице. И вы останавливаете дело, потому что ничего не случилось? Я же его не прекратил. Вы его пытались прекратить. Если бы не позиция Генеральной прокуратуры, вы бы это сделали. Я спрашиваю, на основании чего? Даже не так. Вы не боитесь? Вот вы, молодой человек, своей ответственности. В том числе и уголовной. Да, я бы с руководством, конечно, обсудил бы сейчас. То есть, ваше руководство виновата? Руководитель, да, следственное, поделил и так. Руководитель следственного отдела. Солотеев. То есть, это он вас заставил прекратить уголовное дело? Я не нашел закон. Вы так считаете? Да. Ну, опять же, личные отношения виновных с... Мы предполагаем личные отношения сотрудников полиции сегодня с органами расследования данного уголовного дела. По-другому не объяснить. Ну, вот последний случай с начальством казанского отделения милиции. Убили человека. Убили человека, издевались. Там ведь уже два приговора оглашены. Ну что, ну колония, поселение на два года, нормально. И итог колонии, поселение. Да, на два года. Да еще и срок скостят. И срок. За хорошее поведение полсрока выйдут на свободу. А там это не единичный случай. Издевательность, нанесение тележные, интересное повреждение. А вот, правда, убийство, да, о котором говорила вся страна. И вот такой приговор два года. Вот странная вещь, удивительная. Но объясняют, что это участковые, которые никакого отношения практически к этому делу не имели. Вы оказались сейчас об этом жутком убийстве на всю страну, когда и Бастрыкин выезжал. Я думаю, это ситуация, которая на поверхности. Я приговор. Еще раз, скандал на всю страну, зверское убийство, издевательство в Казанском ОВД. Дальнее, по-моему. А приговор два года колонии и поселения. Убийцам. Убийцам человек. Я думаю, это просто насмешка над теми людьми, которые подвергаются издевательствам. Карт-бланш, безнаказанности. Все взаимосвязанные вещи. Беспредел судей. Ну, взаимосвязанность с правоохранительной системой, которая существует. Если анализ существует на коррупции, то с какого переляху? Смешно думать, что где-то по-другому. Самые христально честными. Понимаешь? Они звучат-то иногда стыдно. Есть одна тема – отношение россиян к россиянам же. Историческая тема, которую мы боимся. Александр Александрович подошел к этой проблеме, но как-то очень осторожно и вскользь. Ведь главный источник доходов древних славянских племен наших предков – это была продажа рабов. Славяне продавали в рабство друг друга. Никто в Европе, даже македонцы, не продавал никогда друг друга в рабство. Нет, я про это читал. То, что угоняли в рабство славяну. Продавали. Историй, главный товар. Не пенька, а лен. Лен очень ценился в Европе. Да, лен, да. Все итальянские мастера рисовали только на холстах из льна. Ни лен, ни мед. Славяне продавали в рабство друг друга. Да. Слава с раб. Действительно, значительная часть рабского персональства, можно сказать, была из балканских славян, из скифов. И если говорить о том, какой был ассортимент, который продавали на рынках Византии. То славяне прежде всего. Да. Рабы из славянских земель. Но мы же сегодня не говорим о том, что именно мы, славяне, еще раз, в отличие от других европейских народов, никто не продавал своих же в рабство, даже македонцы. Вы правы в том смысле, что действительно славяне продавали в рабство людей. Не в этом ли корне будущих расколов? Ну, в том числе и в этом, наверное, действительно... Опричнина. Церковный раскол страшный. Бессмысленные походы наших полков в Европу. Весь 19-й век, да и раньше. Гражданская война. Халхингол, финская война чудовищная. 37-й год, 49-й повторная волна. Вот ты заметил, что русские слова прилагательные. Француз, немец, турок, имя собственное. Русские прилагательные. Имя прилагательные. Не государство для человека было истори, а человек для власти. Отношение россиян к россиянам уже. И вот оно сказано. Отсюда. Вот так и сегодня. Это совершенно очевидно. Если каждый из нас о совести не вспомнит, и если каждый из нас не поймет, что есть что-то более важное, чем те же самые деньги, деньги, законы на самом деле в России достаточно эффективные. Вопрос в том, как их выполнять. Они выполняются на самых разных местах в первую очередь, потому что люди потеряли морально-нравственные ориентиры. Еще один пример приведу. Съемка в Пушкинском районе Подмосковья и такая же, как я предполагаю, такая же прохиндиада в Брянской области. Речь идет и там, и там о коммунистах-сторонниках Геннадия Зюганова. Некто Вахрушев, руководитель агентства по развитию Пушкинского района. Он в кабинете под камеру пересчитывает взятку. Меченые деньги, вот они, эти пачки. Тут же в интернете, знаешь эту историю, появляется ролик. Два года идет следствие. В октябре прошлого года, момент истины вмешался, Вахрушев баллотируется по спискам Зюганова в областную думу подмосковную. Мы вмешались, октябрь он баллотируется. В январе у меня звонок от заместителя прокурора области. Вы, журналисты, правы. Нашли мы это уголовное дело, это скатери анимировали, а оно шло в архив. Не в суд, а в архив. Благодаря только вашей программе дело завинуло с мертвой точки. Слушайте, почему так долго? Вот он, государственный чиновник, сидит и в кадре пересчитывает. Дело передается в суд. Вахрушев отстранили от исполнения? Нет, что вы, он процветает. После этого Лисин, мэр города нашего. Его мэр города не отстранил немедленно, когда вот этот видеоролик появился? Нет, Лисин его не отстранил. Вахрушев кошелек Лисина. Мы предполагаем. Я предполагаю, да, это. Дивные дела твои, господи. А сейчас новые, совершенно невероятные сюжеты. Работал я в электросети в городе Пушкино. К нам на встречу пришел Лисин. Я задал ему вопрос, почему у нас в городе продаются курительные смеси. Ну, мне очень интересует этот вопрос, потому что мне это не нравится. Ну, наркотические смеси, на самом деле. У нас стоит в городе палатка. Ну, она такая скрытая, но все знают, кому надо. И так в городе можно открыто купить курительные смеси? В непосредственной близости теперь от моего дома. Раньше она хоть далеко стояла. Сейчас вдруг просто приходит, засовывает туда, как в купюру, приемник, купюру, и ему падает просто на руку пакетик. Ответ главы района, он сказал, это вопрос не ко мне, это к полиции. Такая реакция. Кто-то даже сзади ему сказал, где эта палатка находится. Я говорю, ну, вы же глава города, ну, не покупайте. Я сказал, что мне больше нечего тут слушать. Взял свои вещи и вышел из зала. И на следующий день меня уволили. Попросили написать заявление по собственному желанию. Мой начальник. Вы работали? Электромонтером. И начальник? Я, говорит, был у директора, и он сказал, что больше не хочет работать с тобой. Прямо на следующий день? Да, пиши заявление. Вот такое совпадение. Вот такое совпадение. Теряем? Теряем потихонечку, прости, господи. Не просто теряем. Ментально что-то изменилось. Так разговор об отношении россиян к россиянам же. Ай. Как откликается сам господин Вахрушев с уголовным делом ждет суда. Крайне любопытно. Крайне любопытно. Вот реакция человека. Я понимаю, человек этот наглый, конечно. Вот я хотел только сказать, когда-то цари выходили на лобное место и каялись перед народом за некоторые свои деяния. Это совесть. Когтистый зверь, скребущий сердце. Совесть. Деньги, предполагаю, что были предназначены для Лисина. Мэра города? Да. Почему вы так думаете? Вахрушев при передаче денег ссылался на Лисина, на администрацию, что один звонок Лисину и все решится. Этот чиновник прибежит сам сюда с документами и все. Реакция на сюжет недельной давности Георгия Вахрушева. Цитирую дословно. Меня переполняли и злость, и гордость. Меня мочили по федеральному каналу вместе с Зюганом. Там фотография была. Он от Зюгана баллодировался по некоторым данным. Внимание. Заказная передача обошлась в 150 тысяч долларов. Что же за данные такие? Я тут же позвонил главному редактору этого издания, господину Зубкову, с вопросом, насколько позиция их газеты близка к официальной позиции администрации Пушкинского района. Как сказать? Ну, где-то рядом. Где-то рядом на сколько? Кто финансирует ваше издание? У вас независимая газета. Ну, часть администрации. То есть часть денег идет от администрации в район? Ну, да. По договорам. Некто Вахрушев в вашей газете утверждал, что каналы и караулов получили аж 150 тысяч долларов за передачу, печатая эту ахинею. Вы не боялись своей ответственности за плевету? 150 тысяч. У меня сейчас просто из глазами не имеют их газеты. Надо посмотреть. Это из серии «Один мужик в поезде рассказывал» про 150 тысяч. А отвечать придется вам, суде. Видите, как интересно? Интересно, да. То есть вам сказать нечего. Ересь печатаете, Михаил Федорович? У нас законодательство хорошее. То есть можно писать что угодно и не отвечать за свои слова. Исчерпывающее объяснение, Михаил Федорович. До встречи в суде. До свидания. До свидания. До свидания. Не сажают за плевету в тюрьму, поэтому главный редактор ничего не боится. Но у Вахрушева реакция какая на сюжет. С негодованием. И гордостью. Негодование. Ну, все сейчас берут, что вы меня только одного показываете. Но с гордостью. Что показали именно меня в компании Зюганова. Вот реакция. Да. Я говорю, теряем. Теряем. И что бы тут ни делали. Независимость судей его законом обеспечить. Может быть, прав Рудской пора ставить вопрос о выборности судей. Выбирать их всем миром. Потому что в Равенском никто не изберет, я предполагаю. А то пожизненно. Как фараоны многие действительно себя чувствуют. Да, да, да. Хорошо бы начать со страха Божия. Жить надо так, как если бы точно существовал загробный мир, страшный суд и наказание по суду. На всякий случай. Ну, кто на самом деле знает, есть ли жизнь по ту сторону гроба, нет ли ее. Но быть-то может все. Человек это такое фантастическое создание, что с ним может быть абсолютно все. Вплоть до вечной жизни. Невероятно чудес. И наказание по суду. И наказание Божьему суду. Если нет справедливого суда, тогда как, так сказать, жить, да? Если барабанную перепонку можно взорвать, и ничего не будет. И вообще ничего. Вообще ничего. Сейчас будет пересмотр дела. Сейчас все забегают. Чуть позже мы расскажем историю трагическую. Еще одной судьи год назад в «Момент истины» рассказал о приговоре в Саранске. За убийство мальчишки, за убийство человека судья присудило несколько суток ареста. 15 суток. 15 суток. Убийца получил 15 суток. Да, 120 часов исправительных работ. За убийство. За убийство. Парня. Убийца был доказан судом. Он получил 120 часов исправительных работ. Моего сына убили не один человек, я считаю. Но по делу идет только один. Мочалин Олег Владимирович. 15 суток. Как это может быть? Поверить невозможно. Нет, они не то, что поверят. Они говорят, может, чтобы ты неправильно слышал. Я говорю, как же, у меня же документ есть, у меня есть приговор. Приговорил суд признать Мочалина Олега Владимировича виновным в совершении преступления. Причинение смерти по неосторожности. И назначить ему наказание в виде обязательных работ сроком 120 часов. Скажите, пожалуйста, крупный документ. То есть смерть по неосторожности, это признано судом. Да. И наказание 120 часов. В случае с ваку, в видеопленки, в туалете, это было в клубе. Все показано на экране, как убивали. Несколько десятков часов исправительных работ. На следующий день после эфира ребятишки, друзья убитого, я такого никогда не видел. Стенограммы нашей программы, фотографии из нашей передачи, из интернета, в рамках больших, увеличенные. И огромная демонстрация у саранской прокуратуры. Тут же, в течение 10 дней, приговор был отменен. Убийца получил очень серьезное наказание. Уже другая судья его судила. Но, с одной стороны, хорошо, что все-таки СМИ имеют силу влияния на ход событий. Не имеют. А с другой стороны, это на самом деле ненормально, потому что не СМИ должны разбирать эти вопросы. Итог. Мама, она поступала в нашей передаче, сегодня расплачивается онкологией за всю эту историю. А судья уже год как не работает судьей. Она уволилась по неизвестной якобы причине. Сразу после нашей программы. Это последствия великой криминальной революции, которая пришла на смену советскому режиму. Замечательно, говорит редактор газеты, за клевету не сажают. Цинизм и бесстыжесть, конечно, повсеместны. Можно остановить дело в Петербурге. Несколько месяцев человек в больнице, инвалид. Вот это одно из самых печальных явлений, что гражданин не чувствует, что государство стоит на его защите. Беззащитность перед насилием, страшная раковая опухоль. Судья была вынуждена уйти с работы в Саранске после приговора за убийство мальчишки 15 суток. Вынуждена. Мэр, который потакает торговцам наркотиками, человек, способный на насилие против ближнего своего, да тем более еще родной крови, и возвратить людям страх Божий. Страх Божий. Как радуются наши зрители. Мне казалось, вот покажешь благое дело, никому не интересно. Строительство моста на остров Русский. Мы говорили недавно, Борис Ельцин подарил Китаю более 2000 гектаров русской земли, а Путин мост строит туда, где Россия начинается. Петр Великий закладывал Россию. Петербург на северных границах, а Путин там, где Россия начинается. Солнце сходит над страной. Мы показываем мост, и это вызывает такой интерес зрителей. Или перинатальный центр в Рязани, строительство сегодняшней. Или Ингушетию, в которую иностранные инвесторы вкладывают миллиард долларов. Миллиард в Ингушетию, на Кавказ, кто бы знал. Мы ведь оказывается в незнакомой стране живем, мы не знаем ее достижения. Конечно не знаем. Я стал почетным гражданином своего родного города, Рыбинск. И 1 сентября вместе с мэром мы открывали три новых школы. Ну это просто европейский уровень, с футбольным полем, с потрясающим бассейном. Я был поражен, что в Рыбинске такие школы открываются. Ну вот те светлые случаи, которые ты перечислял, это ведь явления исключительные, единичные. Слушай, я еще раз хочу, чтобы все удивились. Я задам тебе вопрос, посвященному человеку. Как ты считаешь, где с удовольствием немцы, не российские немцы, а инвесторы? Из Берлина, из Баварии с удовольствием занимаются сегодня сельским хозяйством. В частности, рогатый сход. За последний год от частников инвестиций в область вложено 8 миллиардов рублей. Причем успехи сельского хозяйства Брянской области, опять-таки, мы привыкли к тому, что черная дыра бесконечная. А это уже не так. Агрохолдинг «Царь мяса», «Дружба», «Жарятинский район» и «Мироторг» по несколько миллиардов вложений. То есть, вкладывают в сельское хозяйство в деревню? Только в агропромышленный комплекс. Это и переработка, и растеневодство, и животноводство. То есть, вступление во всемирную торговую организацию, вот многие боялись этого. Европа в худшем состоянии, чем сегодня мы. Я беру о своем регионе. По сельскому хозяйству? Да. Европа, многие регионы. Европа в лице Австрии и Германии. Хуже, чем Брянск. Они сегодня не имеют того потенциала, который имели 10-15 лет назад. За последнее время государство начало помогать нашим фермерам. Все предприятия, которые занимаются в агропромышленном комплексе, в том числе и животноводством, сегодня субсидируют свои кредитные ставки. Почти все. Вот так повернулся сейчас наш разговор. А теперь, поверьте мне, одно слово. Теперь самое интересное. Кто имеет проекты, ну, маломальский проект, неважно. Ты защитил на 100 миллионов, на 10 миллионов проект, ты получаешь 100% субсидии ставки рефинансирования. Сегодня в Европе это уже снижается. Ставка рефинансирования? Конечно. Если брать ставку рефинансирования на 8,5%, вот вся ставка, она 100% субсидируется. А в Европе? А там ставки пониже, но там и 20% всего субсидия. То есть у нас становится выгоднее? У нас сегодня выгоднее, чем в Европе. И поэтому немцы приезжают к нам в Брянск, в частности, скупают гектары? Поверьте, наша свинина стоит 2,2 евро. 2,2 евро, себестоимость свинин, это не только Брянская область, это и соседняя, и Рязанская, а в Белгородской еще дешевле, а в Германии 4 евро себестоимость. Вот какая интересная вещь. Хотя у нас долгая зима, электричество дорогое. 2,2 евро килограмм свинины себестоимость. И еще раз, если твой проект, допустим, 100 миллионов рублей, ты его защитил, доказал, что сделаешь? Ты получаешь от правительства Медведева сколько? Только 100% субсидию. 100%. Вот так мы защитили своего товарного производителя на селе. В Европе 20%, а у нас 100%. По проекту развития АПК, который был принят в 2005 году, были выделены достаточно серьезные субсидии на развитие сельскохозяйства. Почему все молчат? Объясняю. Особенно на птицевоз. Разве это все не является предметом сегодня нашей гордости национальной? В Брянск немцы приезжают. Здесь выгоднее работать. Здесь и выгоднее работать, и прибыль больше, и, конечно, государственная поддержка намного выше. На сегодня да. Давайте разбираться. Электроэнергия, киловатт в час дорогой? Да, 5 с копейками. Длинная зима. Выгода в субсидиях, помощи государства. Электроэнергия, составляющая себестоимости всего 3%. 3%, да. То есть долгая зима уже не страшна? Нет, абсолютно. И сколько немцы вложили денег? Около 20 миллионов евро. Вряд ли немец бы работал без... Да вот именно, что они дураки, что ли? И работает. То есть процесс пошел? Процесс пошел. Естественно, пошел. Когда Медведев выступал перед парламентом, с ним много спорил зюганов насчет того, что у нас видишь ли крупный рогатый скот хуже, чем в Советском Союзе. Вот результаты. Статистику пускай посмотрят. И по крупному рогатому скоту. По свиньям, по птицам. Мясо птицы в советские времена было 17 тысяч тонн в регионе. Сегодня мы производим 100. И к 2013 году 200 тысяч тонн. То есть 5 с лишним раз, 6. Больше, чем при советской власти. Да. Мясо птицы, мясо свинины и мясо говядины. И говядина тоже. Сколько же голов будет через год? 100 тысяч на откорме. 100. А с 90-х годов... То есть больше, чем при советской власти. КРС будет больше, когда проект будет реализован. Слушайте, а почему никто этого не знает? Ну почему, не знаю. Как черная дыра сельскохозяйства. Ну сегодня о черной дыре нельзя говорить. Ну как? Какая черная дыра? Это так говорили, чтобы не вкладывать деньги в сельскохозяйство. Это говорили политики. Те, кто мало в этом понимает. А может быть даже и лучше понимали. Наверное, имели интерес от Запада. Ну что тут непонятно. Чем больше интерес, тем больше свои личные дела. Скутерный завод построен не так давно по лучшим мировым стандартам. Но и другая промышленность. Другие примеры инвестиций. За последний год в промышленность вложено до 2,5 миллиардов рублей. В Брянске появились магистральные машины с асинхронным приводом. До этого этих машин в России не выпускалось. Возьмем Бежицкий столетейный завод. Там будет изготавливаться крупное вагонное литье. Это первая линия по производству вагонного литья в европейской части России. Карачевский завод «Метаклей». Это производство на базе новых нанотехнологий. В Брянск идут деньги, идут инвесторы. Отсюда, господин Потомский. Вот, ей-богу, самый интересный наш сюжет сегодня. Самый веселый, я бы сказал. В Брянске выборы кандидат от КПРФ господин Потомский. Его называют мусорный олигарх или мусорный король. Подлинный хозяин помоек. Ленинградский свалок, я об области. Раньше привлекался к уголовной ответственности в 2001 году за незаконы предпринимательства. Всебовск. Ленинградскую область. Он оттуда родом. Город небольшой, там же все все знают. У него фирма, это и управляющая компания. И мои члены партии попросили проверить. Партия пенсионеров? Партия пенсионеров. Занимается ли господин Потомский бизнесом? На что я отправил запрос. Можно я вам скажу? Да. Вот я сейчас буду перечислять его бизнес. Какие фирмы, где господин Потомский либо учредитель, либо совладелец. Иными словами, какие они сегодня наши коммунисты. Ронда, Санкт-Петербург, улица Доблости, Ладожский берег, Санкт-Петербург, Эко-Дубровка, Санкт-Петербург, Всеволожск, Спецтранс. Фирма «Экология» находится в стадии ликвидации. Флора Плюс и Вега и так до бесконечности. Бизнес господина Потомского. Я в своем запросе перечислил не все фирмы. Я вам подарю эту справочку, составленную моими коллегами, журналистами Ленинградской области. Предполагаю, не все мы называем, далеко не все фирмы-однодневки. Мое предположение – деньги отмывали. В том числе и свалки создавали фирмы «Экология». Это свалки. Ленинградская область знает Вадима хорошо. У вас вот так все живут хорошо, мусорщики, короли? Ну, мусорщики, наверное. Ничего, домик, да? Мусорщики, наверное, все. На чем делают деньги, кроме свалок? Вадим делал деньги на незаконных свалках, карьерах, на мусорном бизнесе, где якобы была переработка, а на самом деле те же самые карьеры незаконные, они как раз заполнялись этим же самым мусором. И все этим дышали? Абсолютно точно. А, товарищ зарабатывал на «Мой дом, моя крепость», так называется интервью с Натальей Потомской, супруга. Питерский журнал о недвижимости «Загородное обозрение». Свой дом она называет резиденцией. 750 квадратов, участок 50 соток под Санкт-Петербургом в элитном районе Южной Всевышска. Сначала мы, цитаты, планировали заказать проект нашей резиденции, интервью жены. Даже не знал, что у губернатора будет баллотироваться в 2009 году. У французских архитекторов, но не заказали. Не знаю, наверное, решили сэкономить. Нет, денег не жалко, дом же резиденция, крепость должна быть. Андрей Вячеславович, учитывая, что у него разгорела машина, в принципе, я думаю, это объективно, надо строить крепость. Друзья по свалкам, мы предполагаем, шутили, поджигали несколько раз машину короля, чтобы к другим королям не лез на их территории и к их мусору. И так дом, крепость, нет денег не жалко. Как говорит супруга, ее интервью, просто в очереди нужно было стоять к этому архитектору, дорогому французскому, шесть месяцев. И тогда супруги Потомские обратились к известному питерскому архитектору Марку Рейнбергу. Лицо какое, товарища Потомского, интересное. Я сразу рязанских слонов вспомнил. Лицо, да. Они сейчас по тюрьмам все, вот я их вспомнил почему-то сразу. Я понимаю, что губернатором Ленинградской области Потомский не избрался бы никогда, если люди с Ленинградской области идут на Брянщину. И он как офицер, а он, насколько я знаю, он офицер и подполковник. А вот это самое интересное. Вот я прошу всех моих зрителей сейчас устроиться поудобнее. Это действительно самое интересное. Кандидат в губернатор и представляется везде как подполковник российской армии, и подполковник запаса. Выпустившись лейтенантом из училища, он через год уходит служить в армейский клуб, а через пять лет вообще увольняется из армии в звании капитана. А майором и подполковником, товарищ Потомский, как стал я с этим вопросом, обратился к нему самому. Мои документы выбирали во все властном военкомате. Вот 93-й год. Выше винить профессор на командном училище. А в 98-м году вы увольняетесь? Из летом в урошенной силы в звании капитана. В звании капитана. Вот кто вам присвоил звание майора? Потому что вы себя характеризуете как подполковника, но об этом чуть позже. Вот кто вам присвоил звание майора? Мои документы находятся в военкомате Севолского района. Так все-таки, ну мало ли документы потерялись? Я был директором муниципального предприятия. Вы директор управляющей компании в Севолского городского поселения. С 2006 года я директор муниципального предприятия. На каких же сборах вы стали майором? Я с 2006 года работал директором муниципального учреждения. А как после увольнения человек из капитана до подполковника доросли? Закон 53-й о присвоении в универских званий офицерам, находящихся в западе. Я спрашиваю, кто вам присвоил звание? Закон я знаю. Я служил до 98-го года. Ну правильно, вы 5 лет были в спортивном клубе армии. Там служили. Да. И был на должности заместителя начальника филиала СТА. Совершенно правильно. Вы были на должности заместителя начальника филиала спортивного клуба центрального. Через 5 лет после этого вы уходите из армии. И вдруг вы и майор, и подполковники на каких-то сборах вас... В западе, я имею право получить 2 чрезвычайские власти. Да еще раз, вы имеете право, но кто вам присвоил это звание? Но я сейчас не помню. Хорошо, подполковник, каким распоряжением? Ведь это уже прерогатива министра обороны нашей страны. Я в форме, что ли, хожу? Или козыряю где-то эти? Вы разбивитесь. Мы разбираемся? Не могу сейчас прибавить к вам. Мне объяснение, у меня избирательная компания. Слушайте, это ключевой вопрос. Вы настоящий подполковник или фальшивый? Я вас очень попрошу. Не надо меня назвать фальшивым человеком. Вы скажите, кто вам присвоил звание? Вадим Владимирович. Я не помню. То есть вы не помните, как вы стали подполковником? Я не помню. Я правильно понимаю, что вы не помните, забыли, как вы стали подполковником? Я помню, даже сборы. Сборы помните. А как подполковником стали, не помните. Потом был приказ, по всей видимости. Чей приказ? Скажите фамилию. Кто этот человек? Начальник генерального штаба. То есть начальник генерального штаба вам на сборах присвоил звание подполковника? Копию приказа можете показать? Нет, что вы от меня хотите? Документ хочу, копию приказа. Наверняка у вас есть копия приказа. А если вы помните, кто его подписал? Да не помню я. Так вы только что сказали, что начальник генерального штаба подписал. Ну я так думаю. Если он действительно забыл, перезвоните через два часа, я пойду домой, возьму удостоверение офицера запаса, и там номер приказа, какое воинское звание и кем было присвоено. В его интервью отговорки на забывчивость, сходите туда, сходите сюда. Если тебя спрашивают, и ты честный человек, то я думаю, что с тобой не будет. А он на выборах постоянно напоминает избирателям, что он офицер. Я 37 лет прослужил. И стал героем России. И первым вошел в Беслане в здание школы. Да, я 15 лет прослужил в звании полковника. Почему без звезды пришли, Вячеслав Алексеевич? И для меня вот эта тема, она очень болезненна. Для справки приказа о присвоении офицерам запаса звания подполковника или полковника, это только министр обороны России. Его прерогатива, никого другого. Да, они называют себя коммунистами, другие называют себя либеральными, демократами. А третьи называют себя судьями наш сегодняшний. Да, и так далее, и так далее. По телефону господин Александров, мои помощники мне дают знать, это военный комиссар Севышевского района. Приказ 20 февраля 2009 года о присвоении воинского звания майор. А подполковник? Так, присутствует выписка из приказа министра обороны от 30 июня 2009 года. За какие же такие заслуги военные на сборах главный мусорщик района? Внимание! 20 февраля 2009 года он становится майором. А всего через 137 дней, да? Ну да. Я пометил. 30 июня он уже подполковник в аккурат перед выборами в Ленинградской области. Ну мне сложно сказать. Слушай, такой карьере военной, да? На сборах сделанной. Бонапарт бы позавидовал. Я не прав? К сожалению, в личных делах данных нет. То есть эти сонные листы не присутствуют. А сбор он проходил? Нет, никаких недомнений, к сожалению, ничего нет. А как это может быть? Ну мне сложно сказать. Есть на майора акипционный лист, причем недооформенный, скажем так, в личном деле, и все. В виде чернового варианта здесь просто, и все, представление. Чернового варианта? Да. А вот очень интересно, почем в Ленинградской области звания продавались перед выборами? Сначала майора, а через 137 дней подполковника. Хотя я понимаю, что эта тема не ваша, и надеюсь, что вот все, о чем мы говорим сегодня, прокуроры военные нас услышат, проверят, и всю цепочку выявят. Свалка, мусор, деньги, покупка званий воинских перед выборами. Ну я практически не сомневаюсь, что в документах военного комиссариата этих отметочек, а призывы на военные сборы... Тоже нет. Их нет, да.